Добрый день дорогие друзья, с вами снова Медикал Фитнес и я его ведущий Кравцов Сергей. Сегодня хотелось бы затронуть тему диабета. Многие из вас не до конца понимают всю опасность диабета и то, что он может протекать скрыто. Давайте же сначала разберем диабет первого типа и потом разберем диабет второго типа и еще разберем инсулинорезистентность. Это как раз тот скрытый вариант, который протекает тихонечко. Как правило, может даже бессимптомно, но самым главным симптомом будет то, что вы не можете похудеть. Итак, для начала, чтобы понять, что такое диабет, мы должны понять, что такое гормоны. Гормоны это не те чуваки, которые выполняют всю работу сами. Гормоны это как такие прорабы, которые в общем-то просто дают сигналы, задачи рецепторам и уже рецепторы, воспринимая эти сигналы, делают те или иные действия. У нас есть такой гормон инсулин, который вырабатывает поджелудочная железа. Данный гормон очень важен. Он транспортирует множество разных вещей. Но нас, конечно же, интересует сахар, клюкоза. Если наши рецепторы не воспринимают команду от прораба, да, они говорят, что, оу, дорогой мой, мы тебя не будем слушать, потому что тебя очень мало. Мы хотим, чтобы вас было больше, чтобы ты был жестче. В общем-то, реагирует поджелудочная железа, она больше выбрасывает инсулина. Инсулин еще усерднее говорит рецепторам, давайте, работайте. И, в общем-то, так происходит до тех пор, пока ресурсы нашей поджелудочной железы не ограничиваются. То есть, она не может бесконечно наращивать количество вырабатываемое ей инсулина. Вот. И такое состояние называется инсулинорезистентностью. Что такое сахарный диабет первого типа? Когда происходит мутация гена INCR, и, соответственно, у нас получается абсолютная инсулинорезистентность. То есть, к нашему инсулину рецепторы больше никакой реакции не проявляют. И тогда нужно вводить инсулин извне. Вот, в общем-то, суть всего сахарного диабета первого типа. То есть, не хватает больше, больше не работает наш организм на нашем собственном инсулине. И нужно доставить инсулин извне. Такое введение инсулина извне в медицине называется экзогенным введением. Ну, соответственно, так и переводится. Введение извне. Экзогенное. Обед же второго типа – это когда рецепторы IGF-1 и IGF-2 просто очень слабенько работают. То есть, они просто очень слабенько слушают своего прораба и не хотят, никак не хотят полноценно выполнять свою работу. Наш человек, которым такой сбой будет в первую очередь набирать избыточный вес. Возможно, уже когда начинаются такие более яркие симптомы, человек будет испытывать жажду. Может появиться запах ацетона в моче. Но это все на более поздних статях. А первонаперво, на что жалуются пациенты при диабете второго типа и, соответственно, когда при инсулинорезистентности, то есть, когда вот эта вот слабенькая инсулинорезистентность вырастает, это набор веса. То есть, только человек чуть-чуть себе позволил съесть сладенького. Только вот он просто понюхал эти конфетки, да, и бам, сразу пришли к вам эти килограммы. Конечно, многие из вас скажут, ну, давайте мы сдадим анализы на инсулинорезистентность и все узнаем. И такие анализы есть. Это индекс HOMO-IR. Но дело в том, что на ранних стадиях данный индекс тоже может полноценно не сработать. Он складывается из нескольких показателей. Это уровень глюкозы, уровень инсулина. Но дело в том, что все вот эти показатели, уровень глюкозы, инсулина, они у нас непостоянные в организме. И, соответственно, бывает такое, что вы сдаете индекс HOMO-IR у вас вроде бы в норме, а состояние уже преддиабета немножко начинает формироваться. Вы начинаете уже отслеживать некие изменения в вашем организме, что раньше вы пили колу, ели сладкое и не поправлялись. А теперь вы просто, скушав какой-то хлебушек лишний, начинаете набирать килограммы. Именно от этого состояния и следует избавляться. На самых ранних стадиях нужно ограничить себя от приема быстрых углеводов, скорректировать вообще в целом прием углеводов и, соответственно, таким образом избавляться от инсулинорезистентности. Это будет путь не только к похудению, но и к вашему здоровью. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам было максимально понятно про диабет второго типа и о том, как это все работает. С вами был Medical Fitness, Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и да пребудет с вами здоровье. Продолжение следует...